Я боюсь, что это может стать вторым Афганистаном. Я надеюсь, что хватит ума у нашего президента это не допустить. Но другой вопрос, что мне лично непонятно, зачем мы вообще туда вошли. И воевать, принимать участие в религиозной войне. Это война религиозная. Афганистан была политическая война. А там, где арабы воюют с арабами, где в основном мы, я так понимаю, воюем все-таки на стороне шиитов. Уже теперь все стали разбираться даже. Я вот раньше не знал, что такие шииты, что такое шииты, что такое суниты, оловиты. Теперь все, по-моему, те, кто интересуется этим, знают. Так вот, в данной ситуации получается так, что мы воюем на стороне шиитов. Это меньшинство. Миллиард арабов, наверное, как-то немножко недобрым взглядом смотрят на нас со стороны. Меня не волнует Сирия. Меня не волнует она, потому что я не живу в Сирии. Я живу в России. И меня волнует, прежде всего, безопасность в нашей стране. Я прекрасно помню, я это никогда не забуду, как было страшно, когда взрывали дома в Москве. И было опасно. Тогда тоже мы вели военные действия в Чечне. Кто там взрывал дома? Разные есть версии. Но вот не хотелось бы, чтобы этих взрывов просто были. И хотелось бы... Я вообще человек, который за мир. То есть я против любых военных действий. И тем более таких нелепых, как действия в Сирии. Потому что боюсь, что оно обречено на провал. Потому что это запрещенная организация ИГИЛ. Ее победить очень сложно, как мне кажется. Потому что это ведь не государство, это не земля, это не территория. Это какая-то достаточно мощная сеть. И если американцы ее не могли столько времени с воздуха разбомбить, то какие шансы у нашей страны с этим справиться? И все эти сводки, которые идут по госканалам о том, что мы разбомбили там, мы разбомбили сям. И прогноз погоды, который передают на канале России, когда я услышал этот прогноз погоды, как там все прекрасно для бомбежек, но такая чистая пропаганда, когда в прогнозе погоды говорят о том, что прекрасная погода для бомбежек. Это уже за гранью, конечно, моего, например, понимания. Но так вот я думаю, что все эти бомбежки и все это зло, которое реально, конечно же, зло, мне кажется, сложно победить с воздуха. А если его сложно победить с воздуха, значит, нужно либо вводить войска, что уже совсем печально, тогда последствия тут уже и двойные, и тройные, и четверные. Потому что если мы вводим войска, это, во-первых, пойдут гробы, во-вторых, будут однозначно взрывы уже глобальные в Москве. Ну и тут такой теперь момент, последнее, что хотелось бы про это сказать. Вход туда есть, но выход оттуда какой? Выйти оттуда победителем сложно, а выйти не победителем, мне кажется, нашему лидеру будет тоже сложно. Поэтому понятно, что в нашей стране зависит все от него. Ну, как будет, так будет, но очень тревожно.